Разберёмся, как настроить UBS и запустить свой первый стрим на Твиче в 2022 году. Первым делом давайте ознакомимся с UBS. Эта программа нужна для проведения трансляций, различных видеозаписей на платформах таких как Twitch, YouTube, TikTok и тому подобное. Трово, допустим, кто-то на Трово стримит. Но самое крутое в этой программе это то, что в неё можно добавлять свои графические элементы, и многие люди этим просто не пользуются. Вот, смотрите, допустим, у меня здесь рамка для веб-камеры сейчас находится на вебке. И, допустим, я хочу куда-то отойти и нажать на паузу, и сказать всем, что ну вот я отойду сейчас на минутку, и подождите меня, пожалуйста. Я, допустим, переключаюсь на сцену, другую, допустим, на паузу. Опа, переходик работает, и сейчас картинка, такое вот ожидание, что я куда-то отошёл, стрим находится на паузе. Или, допустим, я хочу показать какую-то статистику своим зрителям, я не хочу захламлять главный экран статистикой, донатами и подписчиками и так далее. То есть я могу взять, переключиться, допустим, на другую сцену, которая у меня уже заранее настроена, и вот показать какую-то статистику, вывести чат для подписчиков. То есть будет более такой интересный переход, более так графически всё дополнено, и пользователям такое будет гораздо больше нравиться, что такое вообще на стриме присутствует. Также у меня настроены экраны ожидания, это для старта трансляции, и для окончания трансляции тоже настроены. И тоже на них выведен чат. То есть тут выведены алерты, чат, ну и сам графический элемент для окончания трансляции, либо для начала, а также для паузы. В целом это очень крутое графическое оформление, и твич-канал у меня сделан в такой же стилистике, то есть оформление сделано. Если вам интересно, как сделан твич-канал, то вы можете перейти по ссылке справа вверху, здесь будет сейчас на видео, либо под этим видео я оставлю ссылку на то, как у меня оформлен твич-канал. И давайте сейчас непосредственно перейдём в настройки, и я вам сразу хочу сказать, что переключение между сценами можно забиндить. Допустим, вот мы переходим на главную, это я, допустим, ставлю alt плюс 2, alt плюс 3, 4 и 5, ну в зависимости от того, какое количество у нас сцен настроено, и мы можем спокойно переключаться между этими сценами, ну, допустим, не альта боясь, не ища OBS саму, просто сочетанием клавиш. Это очень довольно удобно, и рекомендую вообще всем пользоваться этим. Давайте покажу сейчас, как запустить стрим на твиче. Для этого нам необходимо зайти в файл настройки, потом выбрать раздел трансляция, сервис твич, использовать ключ потока, либо можно подключить аккаунт. Я использую использовать ключ потока, захожу на сам сайт твич, нажимаю на аватарку справа вверху, затем панель управления автора. Здесь мы заходим в настройки, трансляция, и копируем отсюда ключ потока в OBS. Ctrl-V, да, и в принципе все, нажимаем применить, окей. Все, мы можем запускать трансляцию. Нажимаем на клавишу запустить трансляцию, и трансляция у нас запущена. Давайте сейчас перейдем непосредственно к настройкам кодировщика. Заходим в файл настройки, вывод, и сейчас объясню про два режима вывода, есть простой и есть расширенный. Как? Если мы выбираем режим вывода простой, то настраиваем на твич 6000 битрейта. Если вы не являетесь партнером твича, то вам доступно максимум 6000 битрейта. Если вы являетесь партнером твича, то вам будет доступно гораздо больше. Так, здесь получается предустановка кодировщика. Качество выбираем либо Quality, либо Max Quality. Я выбираю обычно просто Quality. Дальше. Формат записи. У вас здесь будет МКВ, но необходимо выбрать MP4, потому что этот формат поддерживается для Adobe Premiere, либо Adobe After Effects. Если вам необходимо будет отмонтировать какой-то момент и залить в социальные сети, то лучше выбрать MP4. Кодировщик также Enveng. Но если у вас нет видеокарты, то вы выбираете тогда программный X264, тогда получается стрим будет идти от мощности процессора. Выбираем режим вывода расширенный. Здесь уже нам будет доступно гораздо больше всяких функций. И первое, что я бы хотел сказать. Трек для ввода на Twitch — это такая функция, которая позволяет нам использовать музыку на трансляции, но на записи ее слышно не будет. То есть на повторе вашего стрима, на записи непосредственно на сайте Twitch, ее не будет слышно. И если вам интересна эта функция, то я отправлю справа вверху ссылку на эту функцию, то есть как ей можно пользоваться. А также под этим видео будет ссылка на это видео. Так что пойдем дальше. Также нам доступны настройки кодировщика. Это X264 либо Enveng. Перемасштабировать вывод. Мы его можем перемасштабировать, либо нет. Это как вам уже будет удобно. Но я перемасштабировать вывод не нажимаю. Управление битрейтом выбираем CBR. И битрейт также выставляем на 6000, если мы ставим. Если мы стримим на Twitch, интервал ключевых кадров — 0. Пресет можно выбрать так же, как и на простом способе. Либо Max Quality, либо просто Quality. Профиль — High. Здесь получается предугадывание. Галочку я не включаю. А психовизуальную корректировку, галочку включаю. Это помогает более оптимизированно расстраивать, более оптимизированно распределять битрейт, когда вы проводите стрим. GPU. Если у нас одна видеокарта в компьютере, то нажимаем 0. То есть выбираем 0. Если у нас две видеокарты, то выбираем 1. Только вы не подумайте, что дискретная видеокарта — это у вас будет 2 видеокарты. У вас должен быть SLI. То есть две одинаковые видеокарты в компьютере. Так, здесь... Здесь все. Переходим в раздел «Видео» и настраиваем разрешение. Разрешение стандартное для твича — это 1920 на 1080, базовое. И выходное также ставим 1920 на 1080. Фильтр масштабирования. Фильтр масштабирования. Выбираем метод лансоша. Четкое масштабирование. И FPS 60. Далее переходим в расширенные. И здесь мы просто можем поменять приоритет процесса со среднего на выше среднего или высокий, чтобы приоритет был на программу OBS. И в принципе все. Я не вижу смысла здесь менять какой-то цветовой формат или цветовое пространство. Да, кто-то это меняет. Для кого-то может картинка становится лучше по цвету. Но я в этом смысла не вижу. И заморачиваться насчет этого также не вижу смысла. Вот и все. Вся предварительная настройка для газировщика проведена. И можно начинать стримить. Но перед этим еще хотел сказать пару слов про настройку микрофона первичную. Давайте сейчас нажмем на шестеренку и зайдем в фильтр. И сейчас покажу, какие у меня фильтры выбраны. В любом случае нам необходимо будет шумоподавление. RnNoise. Хорошее качество. Далее VST плагин Marvel. Чтобы скачать этот плагин, я оставлю ссылку на видео настройки микрофона, где я более подробно рассказываю о настройке. Там же вы сможете скачать плагины и настроить микрофон точно так же, как и настроен у меня. Вот у меня установлен плагин Marvel. И здесь получается выбран пресет для того, чтобы сделать голос более объемнее. Дальше у меня скачен плагин Reacomp, то есть компрессор. Также настроен так, чтобы он совершенно чуть-чуть работал, но из-за этого звук распространяется гораздо лучше. И здесь также добавлен лимитер на 4 дБ, на минус 4, чтобы не было перегруза. В принципе, все. Этого будет достаточно, чтобы начать стримить на Твиче. Если у вас есть какие-то вопросы, то оставляйте их в комментариях. Я постараюсь записать видео на каждый хороший и толковый вопрос. В чем вы не можете разобраться, я смогу для вас записать...